Кое-что совершенно случайно попало мне в руки. Это, возможно, лучший вариант, который я видел за полгода. За 60 секунд я попробую вкратце его описать. У вас есть минутка? Салют всем у микрофона Ядрёный, и вы смотрите обзор ранней версии Вальхейма образца 2020 года. Эта версия была закрытой бетой и предоставлялась тестерам для поиска багов, ошибок, ну и так далее. И несмотря на то, что конкретно этот билд был собран за два месяца до публикации в Steam, в нём нашлось много интересных отличий и особенностей, о которых я хотел бы вам сегодня рассказать. Но помимо особенностей, в этом видео вы узнаете, как быстро и недорого покупать игры на PlayStation. Дай доступ, это магазин, в котором вы можете пополнить кошелёк PlayStation, чтобы оплачивать игры и донаты в PayStore без комиссии посредникам. Как он работает? По ссылке в описании вы попадёте на страницу пополнения кошелька. Выберите любую сумму и нажмите «Пополнить сейчас». Затем вводите мой промокод «Ядрёный» и получаете дополнительную скидку к оплате валюты любой российской картой. Ну а далее откроется страница активации. Авторизуйтесь через официальный сайт PlayStation и ожидайте. В течение пяти минут средства автоматически зачислятся на ваш аккаунт. А чтобы скоротать ожидания, вы можете натапать скидку на следующую покупку. Готово? Вам больше не нужны посредники для покупки игр, ведь «Дай доступ» предлагает самую низкую стоимость пополнения кошелька в России. 3 рубля 70 копеек за лиру и 3 рубля 30 копеек за гривну. А с моим промокодом будет ещё дешевле. У «Дай доступ» уже более 60 тысяч пользователей и более 2000 положительных отзывов. А также у него есть заботливая поддержка, которая всегда поможет разобраться, если возникнут вопросы. Переходите по ссылке в описании, пополняйте кошелёк «Дай доступ» с моим промокодом и покупайте игры без посредников в PS Store. Ну а я возвращаюсь к нашему билду. Начнём, конечно же, с главного меню. При первом заходе в игру нас встречает табличка с текстом, где говорится, что игра ещё сырая, в ней будут встречаться различные баги, недочёты и что пока что в ней реализовано всего 5 биомов. А именно луга, чёрный лес, болото, гора и равнины. Также они убедительно просят не публиковать с этой версией скриншоты и видео. Ну, меня это не касается, так как с того момента прошло уже почти 4 года. Ещё из интересного в меню есть удобная плашка для фидбэка, где ты мог поделиться любой найденной ошибкой или идеей по улучшению игры. Кастомизация персонажа осталась с тех пор без изменений, разве что сейчас мы имеем чуть больше причесок, поэтому переходим в саму игру. Вообще, эту версию можно назвать нечто средним между Вальхеймом 19-го года и 21-го. Обзоры на них, если что, есть у меня на канале. Так, например, здесь всего 5 мегалитов вместо 7, а всё потому, что туманные земли и пепельные существовали только для заглушки. Если в этой версии добраться до пепелок, то здесь вы не найдёте ничего, кроме суртлингов и метеоритов. Если разбить его, то выпадет огнеметаллическая руда, из которой можно было получить огнеметалл, но скрафтить из него ничего нельзя. В актуальной же версии этот огнеметалл превратился в древний металл, и по иронии из него всё так же нельзя ничего сделать. Туманки же выглядели даже в каком-то смысле лучше, чем сейчас, ибо зайдя сюда, погода сразу сменялась на туманную и создавала весьма мрачную атмосферу. И судя по паутине, у разработчиков уже тогда были мысли наполнить биом какими-то насекомыми. Однако в какой-то момент что-то пошло не так, и вместо пауков в туманках мы имеем жуков. Что примечательно, уже тогда здесь можно было обнаружить гигантские черепа йотунов и древние корни. Но разумеется, добыть из них ничего нельзя. Ну а теперь перейдем к контенту в так называемых классических биомах. Собирая трофеи на призы фейк-тюра, можно заметить, что с оленя выпадает обычное мясо. Эта же участь была уготована и волку. А дело в том, что полюбившиеся нам оленина и волчатина появились с обновлением очаг и дом, а вместе с ними добавили лук и кучу разных блюд. Также это обновление подарило нам улучшения для котелка, лужи дегтя на равнины и много различных строительных блоков. А до этого вся разблокированная океанка выглядела следующим образом. Как я уже сказал, в этой версии у котла еще не было улучшений, и выбор блюд был достаточно скуден. Однако характеристики у них были на порядок лучше. Да и в целом пищеварительная система выглядела иначе. Так, например, вместо конкретного времени действия каждой еды мы видели что-то типа процесса переваривания пищи. Вот, допустим, съел ты колбаски, и теперь часть полоски окрасилась в соответствующий цвет. Затем со временем она сокращалась, что и давало понять о том, что пора съесть новую порцию. И, как по мне, актуальная версия выглядит гораздо лучше. Небольшие отличия есть и в Черном лесу. Ну, я говорю, вот эта версия, ну, самая лучшая. Смотри, скорость атаки-то, пора. А там есть большая у тролля? Прошаренные игроки уже видели старую версию тролля, и этим их не удивить. Но вот что вы точно не видели, так это его старую пещеру. Здесь она компактнее и не имеет небольшого ответвления справа, что делает сражение с этой тварью еще более опасным. Из особенностей можно отметить и лежащие на полу древние семена, которые аналогично грибам можно подобрать, нажав клавишу Е. Ну, а на поверхности в глаза бросаются однозвездочные грейдворфы, поскольку они не красные, как сейчас, а зеленые. И тут кому как, но мне, например, зеленые нравятся куда больше. Переходим к данжам. Во-первых, мне показалось, что тут они слегка больше, чем сейчас. И в одном из таких данжей я даже умудрился заблудиться. Во-вторых, здесь так же, как и в пещере, можно было найти древнее семя. Но самое интересное, с чем мне удалось тут столкнуться, это Драугар. Видимо, вероятность их появления была приблизительно такая же, как и у сгнивших останков. Их, кстати, я не встретил, но, скорее всего, просто не повезло, так как в файлах игры есть иконка его трофея. И, как по мне, Драугар — это реальное упущение. Очень жаль, что сейчас мы не можем их встретить в данже. Это бы сделало походы за ядрами чуточку опаснее. Болота с тех пор почти не изменились. Разве что тут пока что нет мерзости и, разумеется, ведьмы. Драугры имели слегка другой визуал и могли носить на своей голове шлема, хоть порой это и выглядело неказисто. Ну а крипты мне показались такими же длинными, как и данжи, но при этом обитателей здесь было меньше, чем сейчас. На горе в этой версии нет ледяных пещер и, соответственно, всего контента, связанного с ними. Из примечательного — драконы атакуют волков. И, в принципе, понятно, почему в дальнейшем это исправили. А еще заглавный трек этой локации отличается от того, что звучит сейчас. Но что меня действительно удивило — это серебряные жилы. По привычке мы решили обкопать такую, и каково же было наше удивление, когда от удара по ней железной киркой она не осыпалась на руду и камне. Она вот вроде бы хочет это сделать, но что-то не дает. И пишется, мол, нужен инструмент получше. Из чего смело можно сделать вывод — обкапывание серебра — это именно фича. Переходим к равнине. Как я уже сказал раньше, равнина здесь еще не обзавелась лужами дегтя, и по аналогии с драконами комары атакуют всех подряд. В остальном же, на первый взгляд, биом остался без изменений. Ну и, наконец, то, зачем вы сюда, вероятнее всего, пришли — внешний вид боссов. И тут я сразу зайду с козыря и покажу вам эктюра. И это реально раритет, поскольку эта версия является чуть ли не единственной, где облик босса еще не был заменен на привычный нам. Как можно заметить, тут он менее детализированный и не имеет характерных цепей на своих рогах. Но помимо внешнего вида, он отличается и атаками. Здесь он только бодается рогами и стучит по тебе копытами. Пулять молниями его пока что не научили. После смерти с него также выпадают рога и трофей. И вот как выглядит его голова в сравнении с актуальной. Древний тоже имеет немного другой облик. Здесь он более сглаженный и не имеет розовых прожилок на своей коре. Трофей, естественно, тоже отличается от текущего. Ну и масса костей. Ее внешний вид тоже слегка отличается от того, что сейчас. Ее трофей, кстати, преобразился больше всего. Вот что игроки имели в 2020 году и что имеют сейчас. А вот как выглядела активация силы павшего в 2020 году и как она выглядит сейчас. А теперь переходим к файлам игры и начинаем ковыряться там. Среди различных иконок и зарисовок текстур можно найти некоторые интересные детали. Например, иконку железного пропашника. Непонятно, чем он принципиально отличался от бронзы, но возможно только им можно было обработать почву на равнине. А может быть он просто имел более высокую прочность, но в процессе разработки от него отказались. Каменная кирка. Она и по сей день лежит в файлах игры, ее даже можно заспавнить. И судя по всему, ее убрали из крафта, чтобы подтолкнуть игрока на убийство первого босса. Если еще покопаться в файлах, то можно найти и чейнджлог, где мы видим относительно небольшую историю патчей за 2020 год, но даже среди них есть по-настоящему значимое обновление. Так, например, 6 июля изменили систему сил павших. Если раньше с них выпадало сердце, съедая которое увеличивалось хп и стамина, то с тех пор они пришли к нынешнему варианту, когда каждый босс дает разные бафы. В этот же день впервые добавили силу массы костей и матери. А уже 18 июня они приступили к добавлению уровней для существ. Ну а 28 августа в деревне фуллингов были добавлены берсерки и лен, а в океане появилась рыба. 4 сентября добавили возможность троллю и берсерку ломать качественную древесину. И это, наверное, было одно из самых их лучших решений. 11 сентября добавили прялку, льняную нить и обитую броню. А 25 сентября добавили яглута, его алтарь, пирог из быка ящера, комаров и ячменное вино. И, собственно, это самое важное, что они добавили перед выходом в ранний доступ. В описании к видео я оставлю ссылку на скачивание этого файла. Если интересно, можете почитать и посмотреть, когда и что они добавили. Ну и самая интересная находка, на мой взгляд, это большой корабль без носовой фигуры. И акцент на фигуре был сделан не зря, ибо в файлах игры можно найти сразу несколько фигур. Одна из них та, к которой мы уже с вами привыкли. Но помимо нее есть еще две, которые в нашей игре не встречаются. И тут я осмелюсь предположить, что данный корабль можно было кастомизировать. Ну, как минимум поменять у него галеонную фигуру. А там хрен его знает, может быть можно было повесить как раз те самые щиты на него, поменять цвет паруса, либо же положить дерево на эти стропила. В общем, почему в процессе разработки от этого отказались, я ответить, к сожалению, не могу. Возможно, это контент предстоящего обновления океана, а может быть мы и вовсе никогда не увидим кастомизируемые корабли в этой игре. Ну и на этом видео подошло к концу. На самом деле там есть еще очень много мелких отличий, но если обо всех говорить, то видео получится длинным, а я не люблю особо пилить видики больше 10 минут. В конце могу посоветовать к просмотру мое видео по Valheim VR в кооперативе и обзор еще более ранней версии игры аж от 2019 года. Также не забывайте подписываться на канал и ставить на видео лайк. Ну а я по традиции с вами не прощаюсь, ибо увидимся в следующем видео. Поэтому желаю всем удачи!